Сейчас, 2 марта, идет программа о жертвах пластических, вернее, пластической хирургии. Мне показалась эта тема очень интересной и поучительной, и я решил, откликнулся на нее. Но смотрите, цель моего видео это рассказать о том, с чем человек может столкнуться, обратившись к пластическому хирургу. Это не значит, что пластический хирург плохой. Это особенности самого человека. Первое. Если сам человек, вернее, его внешность, внешние данные, не нравятся ему, и он желает их изменить с помощью пластической хирургии, то здесь прослеживается нежелание работать над чертами характера, изменить свое отношение к себе. То есть нет внутренней духовной работы по принятии себя. В соответствии с этим здесь могут быть такие духовные последствия. Какие-то серьезные они могут быть. То есть человек, ну вот, например, там разбираются пострадавшие от 25 лет до 40. Красавица 25-летняя решила сделать там нос, подтянуть еще там веки, чтобы глаза пошире открылись. Вместо этого вышло так, что она за малым не простилась с жизнью. Она уже была, вернее, ее уже реаниматологи сочли за труп. И поэтому уже обращались как с трупом, то есть туда-сюда перекладывали, и уже только в связи с этим нанесли какие-то там травмы. То есть неприятие себя таким, как ты есть, желание еще чего-то большего, Тем более, когда данные могут быть великолепные, но человек, вот, я так для себя посчитал, от большого, в кавычках, ума, от большого безделия и больших денег, наличия больших денег, пытается, значит, себя вот как-то совершенствовать и получает совершенно обратный результат. То есть это уже идет, как бы сказать, чисто по духовной линии наказания этого человека за то, что он, за его эгоизм, за его гордыню. Вот так вот происходит, будем говорить, наказание, что после этого он думает, какой я был хороший до операции, чтобы показать ему разницу. Это такая существенная вещь, которая обычно происходит на духовном уровне. Если ты заслужил то тело, ты заслужил примерно такую жизнь, которую ты имеешь, если ты желаешь улучшить свое тело, улучшить свою жизнь, то ты должен, будем говорить, поработать сам над собой. И в результате этой работы, будем говорить, ты уже покажешь и свою красоту внешнюю, и свою красоту внутреннюю. Примерно так это идет. Это мы разобрали духовный уровень. Второе, это следующее. Никто, идя на пластическую операцию, не понимает, насколько его организм заселен микрофлорой. А именно, какие бактерии обитают там в крови, какие имеются очаги, там, допустим, в гландах, или там в гайморах, пазухах, или еще либо где, которые в результате этой операции получают возможность для своего скорейшего распространения по организму, и вызывают, что они вызывают? Они вызывают, как правило, анагоноини. То есть, вроде бы, все было сделано правильно, все хорошо, но раны не заживают. Началось воспаление, в результате там швы расходятся, и получается то, что получается. Получаются рубцы, от которых вообще не думали, что они будут, хотели что-то хорошее. Никто не знает свою микрофлору, которая у него есть. Это, как правило, и не учитывается, когда люди направляются на эту операцию. Третье, это мощность вашего иммунитета. Насколько он у вас мощен. Иммунитет, лично я считаю, это способность организма себя самого восстанавливать. Вот насколько она у вас сильна. В молодом возрасте, да, она сильна, вы себя можете восстановить. А вот уже в 40 лет, и если еще больше, она уже не так сильна. Уже это накладывает свои там отпечатки на ваше восстановление, на то, как вы выздоровеете, на то, как все это получится. То есть, все может быть хорошо проведено, но вот такие вот вещи получаются. Четвертое, это, будем говорить, сейчас столько всевозможной химии окружает нас снаружи, употребляется нами внутрь. Потому что, будем говорить, вегетарианцы думают, что они едят травку, которая должна быть чистая. Это в теории так. На самом деле, сейчас все, что подается в рестораны, выращивается в ампулах, а эти растения даже грунта не видят. Особенно сейчас, зелень, которая подается нам степлить зимой, в виде салата и так далее, она уже, она не на земле растет, она растет в ампулах. Потому что гораздо удобнее, быстрее производить такую зелень. А что там будет? Плюс различные вещества, которые вводятся для того, чтобы растение не болело, чтобы его не жрали там вредители. Вы не думайте, что вегетарианство, значит, это что-то чистое. Ничего подобного. Там своих нитратов, нитритов и прочих удобрений огромное количество. То есть, это все уходит в наш организм. Естественно, такая же картина, возможно, еще в большей степени, наблюдается при употреблении животной пищи. Чтобы оно быстро росло, чтобы мясо росло там лучше. Все это, естественно, остается там. Там и уже у нас переполненный организм, он в соприкосновении уже после операции с какими-то там лекарственными веществами начинает вызывать аллергию. Вот как раз там и говорили. Отек к венке. Девушка 25 лет пошла делать себе тут что-то носик там подтянуть. Ретинопластика. Получила в результате отек к венке, что ей здесь сделали прорез, туда вставили трубку, чтобы она дышала. Иначе она вообще бы умерла. Вот такие вот вещи случаются 25 лет. Потому что жизнь искусственная. И вы думаете, что пойдете туда все это сделаете? Нет. Вот это больше всего достанет любого человека. Все продукты неестественные, ненатуральные. Они того и ждут, чтобы при любом употреблении других каких-то веществ, в основном лекарственных веществ, вызвать аллергию на все это дело. Поняли вы, да? Мы все захимичены. Ну вот примерно и все, с чем человек может столкнуться. Первое, это с духовными проблемами. Ты не принял себя такого, ну тогда принимай себя вот такого. Смирись с тем, каким ты стал. И поработай. То есть смотрите, работа, сознание должна была произойти вот, допустим, со мной, как я сейчас перед вами выгляжу. Но я не принимаю себя. Ага, ты не принимаешь себя вот такого, ну тогда прими себя еще гораздо хуже. Поработай гораздо сильнее от этой проблемы, умственно, психологически. Для того, чтобы принять себя. Все равно тебе деваться некуда. Жизнь заставит тебя это сделать. То есть человек себя не принял там такого в течение, допустим, двух-трех лет, вот показалось ему это не то. А потом его для того, чтобы себя самого принять, потребуется 20, 30, 40 лет в конце концов, чтобы сказать, да, какого есть такой и примет. Но пройдя вот такой уже более ужесточенный путь, ужесточенный вариант обучения оттуда, подытоживаем, да. Второе, это значит разный у нас иммунитет, разная способность к заживлению. У каждого человека она разная. Четвертое там, это разная микрофлора нас населяет. Разные очаги, разные очаги болезнетворные. У одних это в гландах сидят, у других это там где-то там в лунках зубов сидит, у третьих это там сидит где-то в гайморовых пазухах, у четвертых там она сидит где-то там внутри, допустим, в тонком кишечнике, в толстом кишечнике, еще, еще, еще там где-то. И все это на фоне операции норовит проявить себя в полную мощь. И концовка это захимиченность продуктов. Мы уже, увы, совершенно иные люди. У нас уже не столько с землей соединены своим телом от естественных продуктов, больше мы уже соединились с каким-то научно-техническим процессом, который пытается все это дело улучшить, значит, ускорить и в результате, да, и сохранить. В результате вот такая вот получается картина, что все поголовное население, употребляющее вот то, что нам сейчас продают магазины, вот об этом я и хотел с вами поговорить, это хотел вам рассказать и продостеречь на всякий случай. Вернее, не продостеречь, а просто раскрыть глаза, что может быть и по каким параметрам. Чтобы не было, как там в передаче, откачивают желающих стать лучше в реанимации, или же они стали инвалидами, им отрезали там ягодицы, хотя хотели там сделать более красивую грудь, то получилось следующим образом. То есть очень интересная передача, вот я ее посмотрел и вам рассказал. Вам понравилось? Будьте добры, позвоните в колокольчик и поставьте лайк.